Итак, M-серия появилась не вчера, и по опыту прошлых моделей Samsung мы знаем, что это, как правило, небольшие смартфоны с действительно большими батарейками, которые позволяют этим смартфонам работать долго, но не в ущерб к всему остальному. У меня в руках Samsung M32. Меня зовут Ярослав, и сейчас мы с вами разберемся, что Samsung поменяла по сравнению с предыдущей моделью и стоит ли вам обновляться. Дизайн смартфона сразу напоминают мне довольно крутые кейсы для флагманских Galaxy прошлых поколений. Есть три цвета. Черный, синий и белый. У нас как раз белый. И на мой личный вкус, это, наверное, самый практичный вариант. И это тот тип глянцевого пластика, на котором вообще не остаются отпечатки пальцев, во всяком случае видимые. Поэтому вы можете им пользоваться в течение дня и вообще не думать о том, чтобы его там как-то протирать для чистоты. Он достаточно круто выглядит при любых условиях эксплуатации. По граням расположилась кнопка питания и качелька громкости. Первая совмещена со сканером отпечатка пальцев и работает без нареканий. По левой грани сим-лоток на две полноценных сим-карты и отдельное место под SD-карточку. Жертвовать ничем не придется. На нижней грани есть 3,5-миниджек и прорезь динамика, а также USB-C разъем под зарядку. Дисплей 6,4 дюйма Super AMOLED с разрешением 2400 на 1080 точек. На эту диагональ очень хорошая плотность пикселей в 411 ppi. Единственное, что слегка огорчило на передней части смартфона, это камера в формате капля. Хотелось бы уже на самом деле полноценный вырез, как в более старших моделях. И это не то, чтобы плохо или как-то влияет на качество работы смартфона. Это просто восприятие. Мне кажется, что вот история с каплей сейчас мало кто уже делает. И было бы круто, конечно, чтобы тут был полноценный кружочек. За производительность тут отвечает Helio G80, плюс 6 гигабайт ОЗУ. К слову, в встроенной памяти тут 128 гигабайт. И это, сразу скажу, не самое мощное железо в этом сегменте. Однако сбалансировано все в целом неплохо. Я поиграл в Wild Drift и PerfDog показал следующие результаты. 57 кадров в среднем. С одной серьезной просадкой на позднем этапе игры, когда в замесе участвовали вообще все игроки. В целом результат отлично, особенно учитывая, что это не рекомендованные настройки графики для этого смартфона. Ну то есть при запуске игра сказала мне поставь средний, но нет, я поставил ультра и в принципе все было играбельно. А вот ситуация с Call of Duty Mobile уже посложнее и посерьезнее, но все еще это тоже возможный кейс. Если использовать минимальный пресет графики, в среднем мы получили 51 кадр, что в целом вполне приемлемо. Понятное дело, что в большинство современных и даже очень мощных игрушек на этом железе играть можно. Но опять же в большинстве своем это будут низкие настройки графики. Но не из-за этого вам понравится этот смартфон. Все дело в его дисплее, это то, что я не сказал в начале. Экран здесь на 90 герц. И простой браузеринг интернета, просмотр социальных сетей, инстаграма и прочего, к чему мы привыкли, здесь выглядит конечно значительно плавнее, чем мы привыкли на смартфонах такого уровня. И вообще на моей памяти это первый смартфон компании, у которой настолько быстрый экран в этой цене. Это классно. Главная фича смартфона это конечно же его батарея. 5000 мА в довольно тонком корпусе. И посадить его за сутки, наверное, возможно, но вы должны действительно очень сильно ненавидеть электричество. Во всяком случае у меня за день посадить его не получилось. Если ваш образ жизни связан с регулярными поездками и долгим отсутствием розетки под боком, то эта штука навряд ли разрядится в течение дня. Во всяком случае я не представляю, что нужно с ним делать для того, чтобы он умудрился сесть в течение 24 часов. Очень достойный результат. Ну а даже если вам удастся разряжать его быстро, что маловероятно, если вам нужно очень быстро восполнять заряд смартфона, то есть поддержка быстрой зарядки до 25 Вт. Так что и этих 5000 достаточно быстро возвращаются обратно в трубку. Хорошо. Камер H4. Основная на 64 Мп с апертурой 1.8, это ширик. 8 Мп ультраширик с апертурой 2.2, 2 Мп макро и 2 Мп сенсор глубины с апертурой 2.4. Смотрим снимки и видео, которое смартфон снял. Вот так снимает Samsung Galaxy M32. Это у нас, соответственно, Full HD 30 кадров в секунду. Еще можно HD 30 кадров в секунду. Более режимов съемки у нас нет. Вот я сейчас чуть-чуть пройдусь, чтобы было понимание, как ситуация со стабилизацией. Ну вот так. Кстати, обратите внимание на звук. Сейчас достаточно ветрено на улице. В городе наконец-то стало прохладно. И можно примерно представлять, как пишет М32 звук именно во время ветра. А вот так, соответственно, он пишет на селфи-камеру. И тоже вот у вас будет какое-то представление о том, насколько сильно вы влазите в кадр. Ну вот у меня сейчас смартфон почти на вытянутой руке. Такой в полуизгибе. Угол довольно широкий. И опять же, вот я сейчас двигаюсь, чтобы было понимание, что со стабилизацией. М32 на первый взгляд довольно непримечательный аппарат. Но на практике это телефон, который можно смело рекомендовать огромному пласту людей. Во-первых, это идеальный смартфон ребенку. Это отличный вариант, как первый смартфон. Это идеальный вариант, как второй смартфон. И в целом, если производительность в игрушках для вас не во главе угла, а вы цените в телефоне, в первую очередь, автономность и общая приятность работы, потому что, опять же, 90-герцовый экран очень сильно меняет восприятие, то М32 действительно крут. По всему прочему, здесь есть две полноценных сим-карты без жертвы в виде SD-карточки. И даже по 3.5 миниджек не забыли. В следующий раз сделайте камеру с вырезом, и будет вообще пушка. Ссылочка на М32, как всегда, будет в описании. Там же я оставлю ссылку на альбом с фотографиями и видео, если вам хочется рассмотреть их подетальнее. На этом все. Хорошего дня. Пока-пока.